Сегодня в Грузии день независимости. В этом году правительство страны решило отказаться от установления флагов ЕС на здании парламента. Казалось бы, мелочь. Однако она символизирует радикальное изменение в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Это стало темой бурного обсуждения в социальных сетях. Правительство же Грузии объяснило отсутствие флагов ЕС традиционным ежегодним изменением главного лозунга праздника. Мол, в прошлом году девиз был «Навстречу Европе» и флаг Европейского Союза стал одним из основных элементов праздника. А в этом году главный слоган «Ради свободы». Поэтому город украсили только символикой национального флага Грузии. Но символика ЕС таки появилась на грузинских улицах. Правда, ненадолго. На проспекте Руставели в Тбилиси правоохранители помешали шествию активистов, которые пришли с флагами Европейского Союза. Правоохранители не позволили участникам пройти к площади свободы, так как там в это время выступала президент Грузии Саломе Жзурабешвили. Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины. Грузия наиболее уязвима среди стран, оказавшихся между вредным влиянием России и демократическим миром. Именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда Россия совершила вторжение в эту страну и захватила часть ее территории. Ситуация вокруг Грузии является одним из свидетельств, что именно Кремль пытается добиться своими враждебными действиями, восстановить сферу влияния, контролировать и лишить независимости соседей России и страны бывшего Варшавского договора. Это не тот мир, в котором мы хотели бы жить. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО. О таком влиянии Кремля свидетельствует недавнее возобновление прямых перелетов Москва-Тбилиси. Теперь грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом рассказал основатель авиакомпании Томас Гайгашвили. По его словам, в планах рейсы в пять европейских городов. На фоне решения Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, в Европейском Союзе выразили обеспокоенность тем, что политика страны становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом во время брифинга в Брюсселе ранее заявлял спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стану. Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против российского авиационного сектора из-за незаконной войны России против Украины. И мы, и наши партнеры не разрешаем полеты из, в Россию, включая полеты над Россией. Последнее решение грузинских власти вызывает обеспокоенность с точки зрения пути Грузии в ЕС и обязательств Грузии согласовывать решения ЕС по внешней политике. Как это предусмотрено в соглашении об ассоциации Грузии с ЕС. Поэтому, к сожалению, соответствие Грузии решением и декларациям ЕС по внешней политике и политике безопасности снизилось с 44% в прошлом году до 31% в этом году. Поймите, что это действительно вызывает у нас обеспокоенность. Также в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией. Спикер Министерства Олег Николенко напомнил, что Российская Федерация оккупировала 20% территории Грузии и продолжает войну против Украины. Далее прямая речь. Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. Но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои. Кремль наверняка обрадуется такому результату. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, из Твиттер. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Президент Российской Федерации Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая и о разрешении прямого авиасообщения с этой страной. Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси. Напомню, более 100 организаций продолжают призывать Грузию отказаться от прямых рейсов с Российской Федерацией, называя такие действия прямым саботажем в получении статуса кандидата в ЕС. Под онлайн-петицией с призывом отказаться от прямого авиасообщения с Россией и ввести визы для россиян только за прошлую неделю подписались более 8 тысяч человек. Согласно опросу, проведенному в марте этого года, 89% населения Грузии поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, а 80% — вступление в НАТО. Об изменении курса правительства Грузии свидетельствует последний отчет Международной правозащитной организации Freedom House, в котором оценивается состояние демократии в 29 странах. В отчете говорится, что уровень демократии в Грузии снизился до самого минимального показателя за последние 10 лет. Грузия вновь отнесена к странам с переходным или гибридным режимом. Кроме того, Freedom House отмечает, что в 2022 году снизилась готовность правящей партии «Грузинская мечта» воспринимать критику, в том числе со стороны стратегических партнеров. Грузинские же власти говорят о предвзятости такого доклада, а в оппозиции считают, что рейтинг выявил системный регресс Грузии.